Летающие тарелки, интернет в чуме и кеды, напечатанные на 3D-принтере. Международная выставка Иннопром продолжает удивлять посетителей со всего мира. Заглянули в будущее и наши корреспонденты. Так выглядит пирамида 21 века. На Иннопроме воплощаются самые смелые фантазии. Здесь даже аграрии удивляют собственными вертолетами, электрокарами и гироскутерами. А в живом уголке донской промышленности плавают акулы бизнеса. Это та рыба, которую мы хотим, крупную. Индустриальные инвесторы, которую мы хотим поймать на Иннопроме для Ростовской области. Здесь 600 компаний из 95 стран мира. Здесь отличная рыбалка. Международная выставка Иннопром проводится уже в девятый раз. В Екатеринбург ноу-хау привозят компании со всего мира. Здесь также заключаются деловые контракты и соглашения о сотрудничестве. На одной из самых масштабных выставок страны можно переместиться прямо в будущее. Главный тренд четвертой промышленной революции – это искусственный интеллект, 3D-принтеры и роботы. Именно роботы стали главным экспонатом на Иннопроме 2018. Вы видите разные захваты, которые здесь представлены. То есть робот может выполнять абсолютно разные задачи. От перемещения мешков, коробок до складирования таких хрупких предметов, как, например, коробки с яйцами. Конфеты на кондитерской фабрике сортирует тоже робот. Эту новинку привезла японская компания. А это стенд екатеринбургской фирмы. Уже лет через пять каждый стоматолог вместо снимка челюсти будет ставить диагноз с помощью объемного прототипа из пластика. Такие печатают на 3D-принтере. Мы печатаем эту челюсть. По ней уже хирург может точно спланировать свою операцию, как он будет действовать в процессе удаления опухоли. На жизнь без технологий уже не согласны даже Чукчи. В жилищах оленеводов – всемирная паутина. Звезда Иннопрома и без голосования понятна. Роза Накова не успевает раздавать автографы. Вся электроника, что сегодня есть здесь на Иннопроме, это все у нас есть. У нас есть у оленеводов Ямахи, квадроциклы. Дети у нас, особенно сегодня, которые родившиеся дети, любят сидеть в интернете. Страна-партнер Иннопрома Корея привезла свою гордость автомобилей. Hyundai Motors представила первый гибридный автомобиль с электромотором. Когда ехал в Екатеринбург, думал, что здесь одни заводы, но увидел красивый город и красивых людей. А на технической выставке оказались не только машины и электроника, но нашлось также место утонченным ароматом косметики. Иннопром идет уже третий день и завершится завтра в 17 часов. Побывать там можно бесплатно, если зарегистрироваться на сайте международной выставки. 300 рублей будет стоить входной билет, если покупать его перед посещением. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первуральск.